Всем привет! Сегодня мы запускаем блог, в котором будем освещать вопросы современной жизни, образования и интересов детей. Вы можете задавать интересующие вас вопросы на сайте лигароботов.ру в разделе вопрос-ответ. А на все вопросы нам будет отвечать организатор, создатель секции Лига роботов Николай Пак. Коль, с чего началась твоя карьера и вообще откуда появилась такая идея открыть секцию робототехники, такую масштабную, уже она есть во всей России и в нескольких странах, да, насколько я знаю? Да, мы открыты в Штатах, но об этом попозже. Всем добрый день, во-первых. Идея пришла не сразу, но еще будучи студентом учился в двух вузах. Сначала в НГУ, замечательный вуз на Мехмате. У меня родители на Мехмате учились, но он слишком теоретизированный был, а я люблю практику, когда надо практиковаться, реально делать, чинить мотоциклы. Я был сам в прошлом из Кютовского, скажем так, из клуба юных техников. Мы там чинили электронные лучевые трубки всякие, там, приставки и так далее. И хотел всегда что-то, радио сделать, рацию самостоятельную, там, что-то попаять и так далее. Не хватало практики, поэтому и я, как все студенты, естественно, задавался вопросом, зачем мне эти синусы, шосинусы, параболические интегралы нужны. Соответственно, перевелся в НГТУ, в технический университет, на автоматику учительной техники. Практики там больше не оказалось, но чуть больше все равно есть. То есть там есть задачки, есть разные осциллографы, действительно есть прокториумы. Но, тем не менее, оказалось, что трава не зеленее нигде, и нужно делать ее самостоятельно. И у нас было много свободного времени. Мы были достаточно таким комплексующим поколением, потому что по сравнению с достижением наших, даже наших уже родителей, следующего поколения, а они нам говорили про достижение тех, кто воевал там и так далее, защищал нашу родину, что мы вообще-то ничего из себя пока не стоим. У нас очень много свободного времени, мы даже не работаем. И хотелось чем-то заняться, ну не только в Евросети или в Макдональдсе, ничего против не имею, значит, конкретных брендов, работать. А хотелось бы и своими руками создавать какие-то гуглы и так далее, и так далее здесь. И хотелось бы очень практикованно это делать. Мы посмотрели, у нас была неконициевшая группа студентов в магистратуре, посмотрели, какие есть тренды вообще. В каком ты лет упал? В 2011 год. В 2010 уже начинали задумываться. Ну мы поздно начали задумываться, все довольно поздно происходит в голове. Но при этом лучше поздно, чем никогда. Мы задумались и подумали, что неплохо бы по робототехнике. И так совпало, что мы начали что-то там делать. Есть какие-то конкурсы по робототехнике, в том числе в Китае. Начали смотреть на YouTube много видео. А что было толчком именно к робототехнике? Толчком именно было то, что у нас была автоматическая учредительная техника, и мы хотели что-то руками делать. И нас, конечно, затронули всякие Boston Dynamics, разные метры, там MIT университет, где фрезеры, лазеры, где летающие роботы, где ездящие, где всякие вот эти псы, бегающие, стабилизирующие. Очень интересовала именно автоматика, какая-то автоматика. Потому что мы были на автоматике учредительной технике. И мы в какой-то момент, самый главный такой центровой событие, точка бифуркации, я бы ее назвал, в моей судьбе и в судьбе вообще Лиги роботов, упало, когда мы пришли на кафедру и довольно рьяно, с таким, знаете, с такой напыщенностью революционной, молодой, присущей молодым, так сказать, энергичному поколению, но не совсем еще окрепшему сознанию, пришли и сказали, что где робототехника? Вы же автоматико-учредительная техника. Где у нас ездящие роботы, интеллектуальные? Вот там в Штатах есть почти на каждой кафедре у каждого робот, с которым делают, как-то пинг-понг играют им, экзоскелет. Да, мы заявились, и мне сейчас стыдно за это, я понимаю, как мы выглядели вообще со стороны. И нам сказали, что мы получим грант, пока нет финансирования. То есть вот такие вот вещи, да, и она понятная, и ее никто не собирается, так сказать, отменять. У них другая задача, на самом деле, у ВУЗов. Об этом мы чуть позже поговорим. У них более методическая и основательная, концептуальная. И тогда мы подумали, что все плохо, в этом государстве все плохо. Сейчас мы так не думаем, естественно. Сейчас мы думаем кардинально противоположным. И что все вот так. Были горячие пылки, опять же, без особых смысловых проблем. Это была опять большая команда, да? Сколько человек? Пять человек у нас было, пять студентов. Ну, четыре плотных, не в смысле плотных, но и в этом смысле тоже. Плотно занимающихся в команде. И девушка у нас была, тоже Татьяна Дружинина. Это наш, так сказать, очень большой. Она сейчас в Германию уехала, там ее муж в Гугле работает. Как раз со всего мира снимаем информацию, как действительно, где находится. Объективно, меня очень интересует, именно как объективно образование построено в Штатах. Вот реально, без всяких вот этих вот привезов. В Финляндии, в Японии, в Малайзии, в Китае, в Индонезии и так далее. Поездил по миру и по городу. От реальных людей, как они проживают, очень интересно. То есть я сейчас и всю жизнь буду, и всех пропагандирую, быть всегда исследователем. Смотреть, как устроен мир, смотреть, как устроен социум. И вот всегда это очень интересно. Двадцать маленьких ребенков. Конечно, конечно. Почемучку в себе, как это устроено, как это работает вообще. Здесь, на земле, не надо далеко ходить. Почему у холодильника задняя стенка там нагревается. Ну вот много примеров, которые вообще интересно в себе не губить. Потому что с возрастом люди зашориваются все больше и начинают, так сказать, уже искать простые ответы. Вот как мы искали простой ответ, например. Где робототехника? Нет робототехники? Очень плохо. А на следующий день была точка бифулкации. Я встал перед зеркалом и сам себе задал этот же вопрос. Где робототехника? А что ты, у нас как в передаче, ну в общем, а что ты такой вот, такой секой, я тогда не цезурное даже слово сказал, что ты конкретно сделал для того, чтобы робототехника была? Я представил себе мысленный эксперимент, что вот реально передо мной стоит такой же комплекции человек, а я чемпион там по греко-зимской борьбе, хотя одно занятие только посетил, вот был в университете на первом курсе, да, ну нечаянно. Кстати, у тренера Каренина, и он мне говорит, давай вторым Карениным, Карениным будешь здесь. Я тогда просто ради зачета, так сказать. Ну это тоже, байк таких много, отдельного цикла можно сделать про байк. Такой страшный человек, напыщенный, с красным лицом, говорит тебе, а ты что сделал? Вот конкретно. Я немножко испугался, так сказать, пропотел, и понял, что ничего не сделал. То есть очень легко говорить, кого-то критиковать, и с тех пор я вообще никого не спрашиваю. С тех пор я просто молча делаю, и все. И вот 8 лет, даже уже 9 лет подряд, мы просто молча берем и делаем. Кто тебе помогал? Вот сам молодой студент взял и сделал? Ну, тогда я уже зарабатывал деньги, все-таки у меня был определенный накопленный потенциал с этого. Я был киберспортсменом, и с этого умудрился заработать денег. Это тоже отдельная история. И то, что компьютерные игры сейчас, это, так сказать, болезнь 21 века, и 22-го, и так далее будет, это понятная история, и с ней не надо бороться, ее надо возглавлять, в том числе, и я дальше буду в этом блоге объяснять, как можно с пользой ребенка обучать компьютерным играх. Конечно. Я английский язык изучил из игр, информатику, C++ язык. То есть можно сказать, что играть, в принципе, полезно, если делать это правильно? Конечно. Это надо делать правильно, подконтрольно, и нужные игроки должны заходить. Например, у нас в Лиге роботов сейчас большая задача за 2-3 года сделать существенные продукты, игровые. VR-продукты, дополненные реальности, и просто игровые в Steam, или там на телефонах продукты, в App Store, чтобы ребенок играет, тыкая вроде как безмозгло, вот это все дело. Да, там откладывается алгоритмика некая, что надо сделать, задачку решить, программирование и так далее. Возможности приходилось преодолевать? Ну, все наоборот было сложно, мы начинали в подвале, нам не хотели давать помещение, мы тратили мои собственные накопленные деньги, у меня тогда примерно полмиллиона рублей было. То есть я в 8-м классе уже мог купить себе BMW-машину, например. Но я всем рекомендую просто брать Excel-ку и просто рисовать план на 10 лет. Понятно, что планирование – это эфемерное понятие, но примерно прогнозируйте, исходя из текущей, как это все расходуется и так далее, и так далее. И оказывается, что это вообще не деньги. Сейчас можно купить машину, а ее обслуживать надо, бензин, вообще, лучше я их положил в банк, что я и сделал, и они у меня удвоились к моменту, когда я стал студентом. Я ничего не делал, они у меня удвоились. Вот и все. Понятно, что там инфляция есть, это все, так сказать, такие разговоры. Хотя там есть экспоненциальная составляющая. И вот понять, что такое экспоненты – это тоже очень интересный вопрос. Если кому интересно, мы дальше тоже будем раскрывать такие золотые сечения, экспоненты, потому что математика, робототехника, познание мира очень сильно связаны с разными интересами вот такими формулами. Потому что не только мы же были умные. Вон там Пифагор уже все открыл, там Ньютон все открыл, а нам просто надо понять, как к этому быстрее доходить, когнитивно передавать. Так вот, мы использовали мои деньги переступенно, потому что никто нам грант не давал, ничего не давали. И мы просто взяли за свои деньги на Алиэкспрессе или тогда еще не на Алиэкспрессе, не помню. Мы чем-то купили себе разные компоненты, Ардуинки и так далее, и начали потихонечку паять. Потом уже к нам подключилась кафедра, потом уже нам... То есть это не с Лего все началось, да? Началось все... Мы начали, конечно, с взрослой робототехники, мы вообще презирали Лего, потому что это что вообще? Лего это ну просто игрушка определенная, да? Хотя сейчас, окунувшись в эту ситуацию, это предвзятое, быстрое мнение такое, когда ищутся пустые, простые ответы. Они не работают. Надо разбираться в тематике. Если ты не можешь говорить, молчи и разбирайся. Вот мой тезис. Вот. И когда мы тогда так поступали, мы думали, что Лего это игрушка. Сделали квадрокоптер, сделали андроида, поехали в Китай, что-то там заняли. Денег тогда еще не было никаких и потихонечку проедали, проедали там состояние. Какие-то в маленьких фондах получили маленькие гранты, но это там несущественно было. И заняли, по-моему, второе место, я точно не помню, или второе, третье место, точно не первое, в Китае. И это была уже заявка, это, по-моему, 2010 или 2011 год. Точно можно на сайте Вега-Роботов посмотреть, в разделе достижения. И мы поняли тогда, что мы чего-то стоим. То есть это нам, как само подтверждение для нас было, в том числе и для других тоже, что мы вот тут копошимся и вообще нет понимания, как это, куда пойдет. То есть я просто получал кайф, драйв от того, что трачу эти деньги не на BMW машину, не на потребление, а на изучение. И изучал. Изучал, 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 а потом, бах, мы заняли место. Потом начало чесать голову. Интересно. Вроде как мы думали, что мы с Китаем, с Японией вообще никакие. То есть мы отстали, мы там на 20 лет вперед, нам вот это все в уши залили, так сказать, вот это понимание, что Россия отстала, и страна аграрная, там все, нам в крестьянство надо уходить уже давным-давно. Оказывается, нет. Оказывается, даже мы уже что-то можем. А это уже не говоря про то, что оказывается у нас и ракеты передовые, там и так далее, все есть. И начали думать, я уже начал думать, как это монетизировать. Потом познакомились как раз вот Татьяна Дружинина, у нас была девушка в коллективе, такой интегратор, центрообразующий, она всех сдруживала, мы постоянно ругались, там еще что-нибудь. Ну, такая команда была сильных людей, и вывела нас на фонд Потанина, и они дали нам, подарили нам 4 лего, то есть наш проект, там еще тогда не назывался Лего Роботов, а как-то не понимали, как назвать его, подарили нам 4 лего, мы поплевались на него и постояли. Но потом я решил все-таки, там, может быть, более объективно становиться, я себе поклялся быть объективным, вообще-вообще, поэтому я сейчас международный судья, и так далее, и так далее, и довольно эксперт по образовательной робототехнике. Начали разбираться, и мы поняли, что лего не фигня, где-то 8 утра, вот с моим товарищем, то есть мы настолько им увлеклись, поняли, что программировать можно тогда еще не на всех языках, а сейчас это Linux машина, ARM процессор, на всех языках, это же просто вот все возможности, Python, C Sharp, графический LoveView, и там, MATLAB, и ROS, роботопряжочный систем, все подряд, потому что это Linux, это просто компьютерное зрение, это можно теоретически, ну, слабенько, но тоже можно применять, вот, поэтому мы поняли, что это большой методический юнит, и начали искать себе инженеров в команду, какие-то делать прототипы на заказ, делали прототипы на заказ, но сделали два прототипа по полмиллиона, и это все не окупалось, потому что мы работали над ним и тратили больше, чем полмиллиона, потом нам его давали с неохотой, потому что мы действительно плохо работали, опыта мало, и вот, но при этом мы делали это хотя бы, сейчас, даже сейчас, спустя восемь лет, не появилась в Новосибирске ни одной команды, и по всей России тоже, которая бы могла делать прототипы, вот, в масштабном количестве, точно, не знаю, что, чтобы оно автоматизировано, это очень сложно, то есть, это сейчас эра IT, в основном, таких быстрых, домашних технологий, где можно с пуфиком, хорошо, то есть, в гугловой такой тематике, сидеть с agile-системой, со всем, вот, играться, с покерными картами, там, все расписывать, кусочки кода писать и так далее, но это все очень просто, это сел, и вот у тебя компьютер, и все выдается вперед, ничего общего не имеет, с тем, вот вы спросите, любого, кто ремонтировал машину, например, или трактор, тем более, все, все сразу странно понятно, там настолько много нюансов в механике, что вся твоя вот это программирование идет лесом полностью, это, это меня и привлечает, об этой технике, что здесь надо не только головой думать, но и руками, здесь совмещается и голова, и руки, это термоядерный взрыв дает, когда тебе надо и люфты все просчитать, и все шестеренки, и просто, вот мы делали марсоход, для планетария, тоже там большой проект, и пока его сделали, мы просто выросли там на 23 порядка, сами над собой, вот, есть, кстати говоря, такая шутка, квалификация инженера, прямо пропорционально испорчена моим оборудованием, вот, и портили оборудование, все это, деньги, и так далее, так далее, так вот, мы пока сделали вот этот марсоход, там вроде все понятно, концепции все понятно, думали, что сделаем за три месяца, делали его там год с чем-то, и сделали, он работает, сейчас сломался, ну, это вот отдельная эпопея, вот, но, тогда работал там несколько месяцев, и так далее, и там были проблемы порядка того, что мы уже все корпус сдаем, а просто закрутить надо внутри, а не снаружи, получилось, что сделали снутри, а не снаружи, и все надо разбирать, все надо перевернуть, то есть, моментов много, ломаются сервис, сгорают, электроника, дребезг проводов, там, все, это надо учитывать, то есть, здесь механика, вкупе с электроникой, вкупе, вот, но это реальный продукт, это как ракета, то есть, как ракету запустить в космос, вот, представьте, раньше инженеры запускали, там, огромные космические проекты, строили метро, там, на все выкапывали, ГЭС большие строили, а что сейчас, чем сейчас гордиться, вот, поэтому, ну, сейчас есть, конечно, военка и так далее, я имею ввиду, это не как укор в стране, я имею ввиду, это как укор тому, что мы должны, вот, наше поколение должно стремиться к этому, а не там, чего-то там требовать, мы маленькая-маленькая доля процентика, того, тех титанов, которые нас, так сказать, вырастили, поэтому давайте не подводить, и именно такая у нас нацеленность. Сейчас вы воспитываете инженерное поколение, да, и стремитесь к тому, чтобы уже воспитать, вот, с маленького возраста, да, инженеры, которые могут и думать, и делать. Да, совершенно верно, мы просто к этому пришли тогда, когда, во-первых, сами были не очень инженеры, на самом деле, но хотя у нас что-то получалось уже, команда, и мы не могли найти инженеров в команду, вообще, у нас больше 300 резюменных инженеров, прошло тогда, там, за год, за полтора, нету инженеров, или тогда мы решили просто готовить их сами, то есть, на любую проблему, мы никого не спрашивают, как я уже говорил, то есть, мы могли бы посетовать, нет инженеров в России, все, до свидания, закроем лавочку, все расходимся, мы сказали, нету инженеров, значит, сами подготовим, на это уйдет 10 лет, 15 лет, нам не плевать, хоть 50, кто-нибудь, наши предки, потом эту систему разобьют до конца, оказалось быстрее, чем мы планировали, то есть, я сам не верил, что наш проект запустится, но он запустился, и развивается быстрее, чем мне в любом фантастическом сне казалось, потому что на тот момент занимались в 2011 году в подвале, с непонятными перспективами, и мы набрали группу 20 ребятишек, на данный момент у нас 33 города, 33, в Штатах открыты, в Нью-Йорке, в Массачусетсе, в Австралии откроемся, в Жаневе откроемся, и где-то 22 тысячи ребятишек занимаются, в Москве открыты, больше 300 секций, по странам СНГ, скажем так. Ты сам ведешь занятия? Это, знаете, хороший вопрос, это тоже, понимаете, в росте любой структуры есть всегда точки дефоркации, и мы даже это объясняем, когда продаем франшизу, мы изначально даже не понимали, что это будет франшиза, мы все по наитию шли, оббивались ябака, как в темном, как поиск решения, да, математический, неизвестно как лучше, но потихонечку шли, какие-то сами все критерии, выбирали. Реально смотрели, для меня самое главное, это реальный рост ребят, в перспективе, в марафоне, не просто сейчас здесь конкретно занять какое-то место, победить и так далее. Вот мы, если коснемся, у нас ребята заняли первое место на самой сильной олимпиаде в образовательной робототехнике в прошлом году в Коста-Реке в World Robot Olympia, там, где больше 70 стран, 3500 участников и так далее, где тоже главный судья, но это никак не связано с тем, что они победили. Вот. И я, наоборот, заслуживаю своей командой, это все абсолютно знают, поэтому я предпочитаю вообще не судить даже, когда наша команда. Ты знаешь, как самый, наверное, хороший учитель, то злой учитель, да, мы к нему готовимся. Конечно, конечно, потому что, ну, да, да, да. И, в общем, этот результат шел пять лет подряд. В нас никто не верил, нам все. Там, это отдельная история, там тоже подковерный клубок змей есть определенный, которые постоянно, знаете, играют фактами какими-то своими, и так далее. Нам ничего не надо никому доказывать. Я вижу траекторию развития ребенка. И сейчас мне, моя задача, чтобы, наша задача уже, чтобы ребенок в течение 10, 15, 20 лет развивался правильно, мы ему будем помогать, и дошел до некой точки. Провел много точек бифуркации и дошел до точки, где он уже будет в нашей команде инженером, нам будет говорить, что надо делать, и развивет путь бизнес, откуклюется от нас, да, то есть мы его как инкубируем, вот помогаем параллельно с школой, естественно, никто не отменяет параллельно с вузом, хотя вопросов много вызывает сейчас текущая система образования, но я не говорю, что все, давайте ее отменим, все, все к нам ведите, нет, мы как параллельно потому что образование, это очень большая ответственность заниматься именно образованием, как параллельно помогающие такие клубы и юных техник, да, и даже не обязательно юных, потому что юных душой назовем, вот, потому что в итоге ребенок долгими усилиями приходит к какому-то результату и становится личностью в конце концов. Может быть не обязательно в робототехнике, поймите, что допустим то же самое лего, к которому мы предвзято относились, и все сейчас предвзято относятся, а я говорю, что лего никто мне не докажет, готов забиться на 1 миллион рублей с любым авторитетным человеком, да, хоть и из Америки, хоть и в Карнеги Меллона, ну, Карнеги Меллона лего занимается, плохой пример, любого мне присылайте, кто бы мне смог доказать тезисно, мы бы с ним устроили такой ментальный баттл, да, без оскорблений, научный спор, да, со свидетелями, с ассоциациями всякими разными, и он бы мне попробовал доказать, почему лего это игрушка. Я как инженер, как человек, который сам лично начинал с того, что делал проекты инженерные и довел их до конца, делал систему наведения, там, да, которую там пучком плюется, марсоход, тоже можете посмотреть, отличный, с манипулятором, который полтора килограмма берет, с тремя камерами, с системой навигации, пожалуйста, это что, так сказать, вот, и я как практик могу сказать, что это не так, это инструмент познания, то есть, самый эффективный инструмент познания в нынешнем веке. Конечно, у нас есть задача сделать лучше, эффективнее, но мы пока что слабы в этом смысле, то есть, мы переплюнуть 150-летнюю историю или сколько там лет истории у лего не можем. Мало кто знает, например, что конвейер Фольксвагена или Форда, ну, какой-то конвейер настраивали инженер лего, который играет с этими ребятами, реально настроили, то есть, здесь принцип, прицельный подход, как это все строится в голове важно. То же самое и там, кто-нибудь скажет, там, Ардуино, там, кто-нибудь занимается и так далее, ну, планетарную передачу тоже изучаете, а стопоходы Чебышева, Тео Янсена, а систему передачи обратной связи тоже, обратная кинематика, манипулятор, все это делается на Ардуино, Ардуино это всего лишь контроллер, это просто системы программированные, мы учим на 7 языках, ну, лего, виду, визуальный, значит, сам язык, Ардуино, потом переходим на языки Ардуино, Си плюс плюс, на питончике, на разбери, вот, и на нативных языках, которые на самих блоках присутствуют, то есть, на нем тоже надо говорить, об этом тоже есть байка, там, ну, сейчас, наверное, в общем, у нас задача долго и нудно, в каком-то смысле, вести ребят к светлому будущему, где они обеспечивают свои... Ну, получается, сейчас такая задача появилась у многих компаний, то есть, Лига роботов, это не единственная компания, которая занимается робототехникой, обучает подрастающее поколение, у вас много конкурентов, знаешь, да? Да, конкуренты есть, не будем там называть их, но конкуренты, конкуренты, конечно, то есть, мы очень уважительно относимся к конкуренции, считаем ее полезной, мы даже сами внутри себя устраиваем некую конкуренцию, там, между городами, условно, между, специально, потому что это мотивирующее, то есть, человеку надо постоянно бороться, я как спортсмен в душе, и занимался, да, занимался несколькими видами спорта, и достигал высот, вот, у меня, как сказать, всегда был тезис такой, что пока я не достиг чего-то, вот в этом, я не могу переключиться, переключить задачу, то есть, это, знаете, как, вот, ребенок идет на скрипку, да, и говорит, не мое, с первого же занятия, а там очень тонкая эта грань, то есть, понравился учитель, не поругал тебя один раз, что ты правильно, все, не мое, не хочу, плохое, там, и так далее, и так далее, а меня наоборот, это всегда привлекало, меня так наругали в первый раз, что я вообще ничего не умею, я говорю, а, ну, сейчас докажу, и все, и доказал, там, трижды лауреи, ну, в общем, это тоже попозже, можно рассказать, во многих спектрах занимались, вот, например, музыкой, да, на балансе, вот, а когда ты доказал, ты можешь уже переключиться, то есть, ты какую-то вершину взял, ну, мировую, потому что стремиться можно всегда, хотя мы уже и мировые вершины берем, и сами задаем тон на мировых соревнованиях, там, и так далее, а именно, после того, как ты что-то сделал, поработал, вот реально, сам от себя работаю, пропотел, после этого ты можешь понять, твое это или не твое, потому что это профориентация, кстати говоря, робототехнику я всю жизнь искал, то есть, это в каком-то смысле, я вот с таким подходом, очень долго, попробовал там музыку, киберспорт, борьбу, там, всякие разные, там, системы вождения, кюты, кютах был, физику, там, вот это все, ничего не нравилось, ну, точнее, все нравилось, везде я чего-то достигал, но, так, чтобы, вот, с драйвом, просто бесконечным работал, это, конечно, не было, а сейчас, в робототехнике, я уже восьмой год, у меня просто фонтан энергии, не прикошающийся. Так вот, вернемся к вопросу, конкуренты, какие у них есть, в сильную сторону? Ну, во-первых, они дают, так сказать, не дают, немножко, так, забронзоветь, да, то есть, это монополия, монополия в каком-то смысле, плохо, хотя, монополист может тоже, у себя, внутри коллектива, делать разумные, правильные системы, что мы, например, делаем, вот, во-вторых, они, чем больше занимаются этим, тем лучше нам же, всем, потому что робототехника, на данный момент, по моим расчетам, занимается где-то 3% молодежи, назовем вот так, в возрасте, от 5 до 20 лет, например, или от 5 до 25, еще меньше, вот, в России, а это очень плохо, потому что, ну, как мы догоним Штаты, как мы, в конечном итоге, нам надо бороться вот с ними, с миром, да, а не друг к другу отношения, есть, поэтому это очень хорошо, кто-то занимается, там, сразу, там, или, с контроллера, с Ардуино, тоже, тот занимается, тоже с Лего, вот, это очень хорошо, у нас есть и партнеры, например, в Екатеринбурге, и клуб Рабит, Павел Томчин, мы сейчас с ним, партнерских служит, очень хорошо, сотрудничество двух секций, да, двух, да, но у него не сеть, но очень, очень хорошие методические, проработанные, то есть, большое уважение, очень, да, да, мы даже их приглашали, там тоже будет новость, ссылки надо все тогда выложить, аккуратненько, вот, поэтому, много игроков хороших, да, Васильев, Мустафин, там, много экспертного сообщества, которые, там, пусть не свои секции ведут, но, в принципе, занимаются робототехникой, это очень здорово, это, там, ну, было бы интересно, да, не интересно быть одним, там, на холме, и, там, все, все за всех решать, а, интересно, когда это сообщество, и у нас действительно хорошее, позитивное сообщество, в Томске, вот, Сергей Косаченко, там, и так далее, в разных городах есть очень много, там, в Владивостоке, в Москве, в Питере, вот, и очень интересно с ними, в общем, работать совместно, чтобы, в итоге мы, вот, знаете, как, сейчас хорошо показательно, вот этот футбол объединяющий, сейчас у нас тоже будет чемпионат мира по World Robot Olympiad, где мы реально всеми городами объединяемся, где сборная России, где ты, вот, даже свое решение готов, условно говоря, отдать, ну, не в всех случаях, но, в нашем случае, в Лиге Роботов, готовы отдать, чтобы победила, именно Россия, вот, представляла, там, это очень хорошо, что есть другие игроки, и это замечательно. В этом году, с Лиги Роботов, кто-то будет участвовать в эти мировые соревнования? Да, да, там есть определенные сложности, связанные с организацией, национального организатора, вот, это команда Иннополис, это Татарстат, сейчас, у Лиги Роботов, и у меня, конкретно, в лице меня, Патникова, с ними идет определенное разногласие, понятийно, в экспертном сообществе, и мы посмотрим, как, ну, мы планируем развивать эту Олимпиаду, то есть, у них нацеленность более узкая, что эта Олимпиада нужна для этого, для региона Татарстан больше, для команды Иннополис, я никак не могу это принять, потому что я поклялся быть объективным, сам перед собой, не кому-то, естественно, сам перед собой, вот это самое сильное обещание, и даже не родители, не папе, не мама, я именно сам перед собой, вот, и я пропагандирую, чтобы Олимпиадное движение, оно в общем развивалось, чтобы мы сделали официальный статус, чтобы ребята получали бонус к ЕГЭ, например, на них, чтобы он был в Олимпийском комитете, федерация определенная была, чтобы ребята не 3% опять же занимались, а чтобы 53% занимались, и мы имеем шанс сейчас сделать это в каждом дворе, условно говоря, вот такую коробку футбола, как в Бразилии, условно говоря, в каждом дворе коробку инженерного творчества, робототехники, как инструмента, опять же, это не значит, что там девочки, тем более мальчики, будут сидеть и заниматься робототехникой в будущем, всю жизнь инженером, нет, это просто инструмент, так же как и лего инструмент, так же как и робототехника, это инструмент, высший инструмент познания, Вот я гарантирую. Выше его даже физика, математика – это все под структуры робототехники. То есть я сам физик, математик. Робототехника – это объединяет просто все эти сферы. Объединяет больше семи дисциплин, и тут надо сделать конечный результат. Здесь нету творческой такой комиссии, которая сидит и говорит 5, 10, 5, 10 и так далее. Здесь есть объективное – работает, не работает? Не работает – сиди, делай. Ракета взорвалась, не долетела – сиди, делай. Здесь есть объективное – долетели до Луны – все хорошо. Не долетели – к сожалению, нужно работать. Поэтому здесь нужно по всем фронтам работать, и я всем пропагандирую. Так вот, если в каждом дворе во всей нашей большой России, больше чем в 90 городах, 100 даже, будет в каждом дворе вот это вот, допустим, я бы хотел, конечно, «Лига роботов», ну, допустим, просто робототехника, и она вот с таким сетевым принципом поднималась бы вверх, вверх-вверх по соревнованиям, по улучшению качества. От Лего же потом надо переходить на 3D принтер, на коптер, на станочки фрезерные – это же тоже небыстрый процесс. Ну, это требует инвестиций чьих-то? Да, да. Ну, здесь, конечно, нужны большие инвестиции. Мы сейчас частная структура «Лига роботов» федеральной секции робототехники – 32 города. Это каждый партнер франчайзи. У нас сейчас самая сильная франшиза в России и в мире уже победили франшизу зарубежную. «Смартикинс», по-моему, называется, там, порядка 15 тысяч ребятишек. Но этого мало, то есть мы, как частная структура, обеспечиваем больше свои интересы, хотя мы работаем на интересы, там, Министерство образования, например, и так далее, и так далее. Но при этом у нас нету больших ресурсов на то, чтобы открывать эту экспансию. У нас сейчас 20 тысяч учеников занимается, а нужно миллион. Как это сделать? А для больших центров, где нужны элементарные просто станки, фрезеры, лазеры, нужны деньги. Они должны окупаться для больших проектов, прототипов. У нас вот в итоге есть сейчас прототипы. То есть у нас идеология – это школа, вуз, предприятие. Мы ничего нового не придумали. Школьники занимаются лего. И там 16 образовательных полугодий, 8 лет подряд они изучают 7 языков программирования, капошатся, всякие планетарные передачи, все эти вещи изучают, соревнуются, все здорово. Потом переходят на текстовый язык, на Ардуино и на Разбери в конце. Потом переходят на вторую ступень нашего клуба, где студенты уже обучают ребятишек помладше и обучаются у инженеров постарше. И сами себя еще мало что представляют, на самом деле. И с новым оборудованием, с железками всякими делают любые экспонаты, прототипы, вроде квадрокоптеров из железок, вроде ездящих всяких там футболистов и так далее. Роботов моющие окна и так далее. А потом кто-то из них переходит на третье звено, где они уже становятся инженерами, создают команду и делают прототипы на заказ. У нас сейчас два 15-миллионных заказа есть, контроль бракопроизводства в Новороссийске, тротуарной плитке и автоматизация системы теплиц. Такой фарм-дроид, где робот, который сам поливает, сам и сам делает. Так вот, этот процесс роста через все эти ступенечки, а везде сложно, на каждой ступеньке из каждого года в год все сложнее и сложнее. Надо всю базу знать предыдущую, математики, информатики, все, что мы закладываем в робототехнику. Происходит такая усеченная пирамида сильно, то есть где-то на порядок, на каждой ступени падает. И поэтому даже на полтора, на два порядка, к сожалению. Поэтому надо, чтобы в основании пирамиды было очень много ребятишек, чтобы кто-то из них дотянулся до вот этой ступени, третьей. Есть еще промежуточная ступень, когда ребенок еще учится, но он уже может и преподавать. То есть, если ты хочешь в чем-то разобраться, по-моему, научи другого. Конечно, там много принципов, то есть мы вообще ничего нового не придумали. Мы поездили просто по многим странам, по Японии, по Китая, подсмотрели вот эту некую философию и мудрость. Мне очень нравится именно азиатская, когда у каждого тренера, у каждого ментора, у каждого наставника есть задача трех хотя бы ребят за всю жизнь обучить лучше, чем себя. Чтобы они в итоге лучшие во всех, ну, в многих плоскостях были, чем он, чем я, как наставник. И в итоге каждый из них еще по три обучал. И так бесконечно вот когнитология, передача знаний, вот она таким образом и из поколения в поколение и образуется. Вот, и мы в Лиге роботов сейчас уже занимаемся не робототехникой, если по большому счету нас спросить. Вот у меня, когда друзья спрашивают, чем они, я говорю, я занимаюсь когнитологией. То есть, где есть практической стороны когнитологии? Сама когнитология – это наука о передаче знаний из поколения в поколение, а мы занимаемся практикой этой когнитологии. То есть мы передаем знания из поколения в поколение. Каким способом? Вот таким инструментом. У нас немножко есть восточная философия, где только практика и труд, все перед труд или как? Только практика и труд действительно могут победить. То есть, когда ты не знаешь прием, бери кулак, бери березу и десять тысяч раз бей, пока у тебя кровь не пойдет из каждого. По-другому нельзя. Точно также ребятишки у нас практикуются, 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 практикуются. Кто-то сходит с дистанции, кому-то уже достаточно. Но до верха доходят вот такие горцы мощные. Мы из них выращиваем в итоге, сейчас уже видно, в течение восьми лет это еще рано даже смотреть. Хотя по некоторым меркам, если бизнес, у нас же бизнес составляющая есть, 8 лет существует уже, это уже хорошо. Это уже показатель сам по себе. А для меня это только начало пути. Мы и 3% не делали того, чего мы задумали. И когда они практикно доходят до верха, это прямо страшно посмотреть на них. То есть, они в хорошем смысле в кавычках монстры такие, которые набирают все и прямо проедают любые стены, сшибают и так далее. Абсолютно нет никаких преград. Ни для меня, ни для ребят, которые выращиваются. Да, я тут вспомнил, что вопрос был вообще про то, я сейчас наставником и преподаю. Ответ такой, что когда я преподавал сам лично, удавалось обеспечивать плотный, близкий круг ребятишек, и я сам сознательно отошел по многим причинам. Например, если мы хотим действительно обучать много ребят, нужно сделать систему, где вся методическая ценность, вот эти когнитивные вещи передаются через людей. То есть, мы действительно создали некую свою атмосферу здесь, свою идеологию, скажем так, передачи знаний постоянной. То есть, твои знания ничего не стоят, например, если ты их никому не передаешь. Это один из наших таких, скажем так, назовем это лозунгом. Ну, плохой слой лозунг. В общем, наши критерии. И понятно, что чисто в Excel, если почитать, математически, это один человек может максимум 50-60 учеников, условно говоря, хорошо, эффективно обучать. Они к нему привязываются, все замечательно. Я очень люблю преподавать, очень. Я не делал последний раз. Вот прямо преподавать, я в школу преподавателей веду, открываем франшизы и так далее. То есть, я практикующий, так сказать, человек. Но именно вот конкретно ребятишкам преподавать, это уже сложно по многим моментам. В первую очередь, это сложно по… Вы, кстати, задавали вопрос про конкуренцию и так далее. Чем отличают Лигу роботов от многих кружков? Это в плане того, что они, конечно, молодцы, но все-таки не выросли до конкуренции федеральной сети. То есть, ни одного кружка не знаю, у которого в сети было больше 20 тысяч учеников и так далее. Причем с результатами. Это некие точки бифуркации, когда там кружок перерастает один филиал, кружок перерастает там 100, 200, 300 человек, кружок перерастает из одного города уже в несколько городов. Это нужна совершенно другая система работы со знанием и внутренняя система работы. С детьми работают преподаватели наши, которых мы особым образом готовим, через которых мы эту философию передаем. То есть, лично я уже не преподаю прямо до ребятишек. И считаю это замечательно, потому что эти ребята у нас преподают еще лучше, чем я. И многим, так сказать, менторам их эго действительно мешает это признать. Что не только ты замечательный преподаватель. Это большая проблема. Это очень такая… Что твой ученик смог тебя превзойти. Да, что твой ученик смог тебя превзойти. Это вообще какая-то шизофрения. Наоборот, надо к этому стремиться, чтобы твой ученик тебе сам говорил уже, что надо делать. На мой взгляд. А иногда этого бояться. Странно очень. Особенно в общей системе образования есть такие учителя с определенными комплексами, которые не хотят. То есть, они хотят в одностороннем порядке, в стиле демиурга говорить, что надо делать и так далее. И когда ты делаешь систему субъекта независимой, мы пообещали сделать систему субъекта независимой. Когда вот в школе обучается ребенок, вот повезло в школе, есть сильная математика, учитель математики. Все. Там олимпиадники, там ребята сильные и так далее. Есть в школе хорошие учители физики, повезло. Не повезло в школе, нет таких учителей, всех уволили. Там тоже клубок змей, извините, там тоже определенные юниты есть. У нас, например, моего учителя математики выгнали из школы. И я сказал, мы всем классом написали, что мы уйдем из школы, если его не вернут. Ушел что-то я, что-то я один почему-то ушел. Да? Вот мне всю жизнь вот эта, как сказать, революционная такая, что-то изменить. Тяга, она не дает покоя и до сих пор. Вот. Но в лучшую сторону. То есть, критикуешь, предлагай, делай сам. У нас у вас идут секции, кто? Студенты в основном? В основном студенты, потому что мы их проводим через школу преподавателей. Примерно три места на двадцать студентов. Три-четыре, да? И жесткий отбор. При этом 15 часов мы с них работаем. Смотрим на мотивацию, как они опаздывают, как они решают задачки. То есть там есть... Должны быть студенты... Вот роботехника, это техническое же направление. Студенты должны быть технической специальности? Или могут быть абсолютно любые ребята, у которых есть стремление, которые начинают заниматься? Да нет. Абсолютно любые. И мы при этом к этому тоже не сразу пришли. Мы тоже это наработали, нащупали. То есть сначала мы брали технарей. Отвратительно преподают технарей. Я сам чуть ли не запрет поставил после этого. Начали брать девчонок. У меня был определённый скепсис у самого. То есть определённая стадия осознания, когда ты сам ещё признаёшь, что есть у тебя определённый шорок. Сейчас вообще расшорим абсолютно. Взяли девчонок с меда, с педа и так далее. С педагогического, с медицинского. Правда, вторых-четвёртых курсов. Потому что сильно старые курсы, у них там уже другие задачи. А сильно молодой курс, первый курс, там 50% выгонят. Зачем они нам нужны? От 102 по 4 курс мы берём, обрабатываем их. И потом берём их к себе на работу. И не открою тайну, у нас один из критерий. Огонь в глазах. Точка. Всё. Это очень субъективный, понятно, мы им там припорошиваем знания и так далее. Но в итоге у нас всё скатывается на такие метафизические, философские, я бы сказал. В принципе, когда огонь в глазах, значит он горит, значит у него всё получится. Значит он у нас будет в системе работать, значит он ребятам. Вот представьте, ваш ребёнок приходит, а там не скучно, говорит учитель, который ненавидит свою профессию и так далее. Мало получает все вот эти болячки, много надо оформлять документов. Приходит горящий, молодой, который может дать своим, как сказать, примером зажечь ребятишек. Интересно рассказать, показать. С ним получилось, чтобы подойти, показать как Bluetooth работает, как это сделать. Особенно если это девушка, которая хорошо может преподавать, хорошо находит подход к ребятишкам. И всё. И дальше у нас получается вот этот коннект между ребятами. И ребята сами начинают самообразовываться фактически. Здесь даже учитель почти что не нужен. Здесь нужен учитель, как вот такой некий задающий вектор человек. И субъект независимый в том плане, что он не готовый, изумрудный учитель, типа Макаренко, условно говоря, Альшулер и так далее. Он не ментор, первое место занявший на всей планете. Он просто обычный человек. И такие обычные люди зачастую лучше преподают, чем звёзды мирового масштаба. И лучше, чем я там преподаю и так далее. А вот касаемо, опять же, ваших преподавателей, коллектива в целом. Я видела фотографии с инженерейшн. В прошлом году это была какая-то скудная группа ребят. Ну не скудная, там всё равно они там не помещались. А в этом году количество, во-первых, я заметила, что обновился полностью весь состав. Во-вторых, количество увеличилось многопратно. То есть гораздо позже стало. Ну да, там этажи появились, там уже, да, кто за кем стоит. Ну у нас тут, у нас даже шутка есть такая, что мы когда настраивали поля на прошлом инженерейшн. Инженерейшн – это вот фестиваль инженерного творчества. Раз в год мы его проводим, где порядка 3000 посетителей и 450 участников. Занимается робототехникой всех мастей, да, там от мала до велика. В прошлом году настраивали поля, и в этом году настраивали поля. И в этом году наш завхоз главный подошёл и говорит, да вы что, я же вам показывал, как эти поля настраивать. Говорит, в прошлом году уже показывал. Говорит, а никто не был в прошлом году. Типа все новые практически. Ну это такая байка там довольно жёсткая. У нас, конечно, есть текучка кадров, естественно. Ну она не такая большая, то есть хорошие ребята всё равно сохраняются. Это очень просто объяснимо, если потух огонь в глазах у человека, если у него мотивация там денежная, перевесила над мотивацией. Конечно, деньги должны быть, но они должны быть сбалансированы с мотивацией такой идеологической. Мы не корпорация пока что, которая может как Яндекс или Гугл платить зарплаты, чтобы ты там себе мог всю семью обеспечивать и не знать бед. Но рано или поздно мы с такой встанем. И уже есть примеры, когда ребята очень хорошо работают и очень много получают. Ну например, у нас, например, методист может получать 70 тысяч рублей в месяц. Или там больше 100 тысяч рублей могут получать тренера, которые добиваются мировых значений и так далее, и так далее. За им что, какая-то бонус? Это бонус и постоянная зарплата за методическую спортивную подготовку ребят и так далее, и так далее. Хотя спорт – это не наша цель. Нашей целью является именно воспитание рационально мыслящего, грамотного человека, который будет востребован. Но мы немножко отвлеклись, по-моему, от вопроса. Можно ещё раз вопрос? Вопрос был в том, что вас ведут в секции занятия студенты. И в прошлом году на инженерейшн на фестивале была небольшая команда, а в этом году по фотографиям судья уже она возросла многократно и полностью обновилась. То есть где те люди в прошлых лет? Понятно. Ну, то есть, во-первых, мы растём – это понятно. Во-вторых, команда не полностью обновилась, но значительно там. Вот здесь, к сожалению или к счастью, мы вынуждены нести некую методическую единицу в своей голове, что у нас была большая команда очень сильных ребят. Нам всё нравилось. Они сильные и по тренерству были, и так далее, и так далее. В том числе один из них был причастен к победе на мировом этапе. Но, к сожалению, они пошли немножко не по той стезе, мы это не можем разделять никак. Они пошли по сетевому маркетингу и начали привлекать уже наших ребят и так далее. То есть мы не разделяем такие вещи, мы не разделяем неопробированной истории и математикой, и законам сохранения энергии. Сетевой маркетинг существует уже кучу лет, почему не разделяешь? Мы не разделяем, потому что вся история обычно всегда складывается, что это всё обман по большой сути, не одна МММ, все вот эти вот вещи – это всё обман. Конечно, кто-то может на этом нажиться, но это неправильное наживание денег, и мы это не разделяем. Мы жёсткие условия ребятам поставили, что или вы занимаетесь нормальными делами, или нет. И тогда мы с вами не связаны. Хотя и мы их выгнали, потому что они, в общем-то, занялись этим. Ну как ты думаешь, почему они туда ушли? Почему они променяли вот секцию на технике, такое правильное занятие? Я думаю, что это… Мы же работаем со студентами. Студенты – это очень такой пластилин интересный, но в то время очень сложно. То есть мы как специалисты работаем с вот такой революционной молодёжью, которые сами были, и я всё прекрасно понимаю, что не очень много понимания, не очень много опыта житейского. Даже в том числе вот эти все проблемы отцов и детей, поколения с поколением, они все вечны. Вы думаете, это у нас сейчас, что ли? Это было пять тысяч лет назад и так далее, и так далее. Когда люди уже начали, так сказать, хотя бы разговаривать. И здесь то же самое, то есть в каком-то смысле я между поколениями нахожусь. То есть я между старшим поколением, которое понимаю. Я всегда со старшими люблю разговаривать, с ветеранами, выступал для ветеранов и так далее. Поэтому у меня позиция такая более патриотичная, хотя это не целое. В том числе я говорю, что мы и процентов не стоим наших предков, которые делали титанические вещи. В то же время понимаем молодежь, потому что сам игроман, сам киберспортсмен, сам был таким же революционером и сейчас остаюсь на самом деле. Только вот деятельным не разрушить, а помочь построить лучше и так далее, качественно сильнее. А если что-то мешает, тогда это надо. У нас же тоже сеть, ты же тоже сетевый, да? Да, у нас сеть, только у нас не сетевой маркетинг. Это большие разные вещи. То есть у нас сеть по топологии, то есть это пирамидальная сеть. Кто-то нас назвал пирамида. Вы пирамида, каковы мы? Если совпадает слово пирамида, по топологии это не значит, что… Если волкодав и у волк одинаковое название волк, это не значит, что они одни и те же. Они противоположные люди. То же самое и здесь. Если у нас в топологии присутствует сеть, это просто лингвистика. А сеть по топологии – это самая эффективная древовидная система обустройства всего, что надо. И обеспечение управленческой структурой и так далее. Устойчивая. Потому что бывают неустойчивые, они все падают. А у нас задача сохраниться 10-15 лет и вперед построить MIT в России. Вот примерно такая у нас, только со школьным образованием, идеология. Я так понимаю, когда люди идут в надежде заработать, поднять бабла. Да. У студентов есть такое рьяное желание здесь и сейчас получить то, что хочется. Прямо желательно завтра и чтобы не потеть при этом. Я прямо даже такой сленд применю. Это невозможно. Это возможно, но уединиться – это скорее исключение. Тут лучшая байка – это, наверное, проходит семинар по тому, как заработать миллион долларов или рублей. Выбирайте, что вам ближе. Миллион долларов. И выходит человек и говорит, подскажите, сколько здесь человек? Тысяча. Сколько стоил входной билет? Тысяча долларов. Спасибо. И уходит. Это все про вот это. Деньги из воздуха, какие-то быстрые, простые решения. Простые решения не работают. Надо кому-то туалетную бумагу покупать. Надо кому-то лампочки менять. Надо кому-то амортизацию считать. Надо кому-то чинить в конце концов то, что наломали дров. Понимаете? Как юзер, как потребитель мы категорически против этого. Как потребитель обманывать или кого-то там делать. И даже идем вразрез с тем, что ребята очень хорошие, качественные. Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись когда-нибудь. Ну, покопаются и вернутся. Но у нас это не только такие ребята. У нас же много моих личных учеников, когда еще, которых я отлучил, так сказать, от лиги роботов, потому что не разделяю того подхода, что они там вуз бросают из-за того, что там… Ну, в общем, таких случаев будет много. При этом это очень болезненно, на самом деле, история. И для меня, и для… Ну, вот, говоришь, вуз бросают, да? Но, например, работая… ой, окончив вуз, не каждый работодатель принимает себя на работу. Вот ты принимаешь студентов, да? И потом, после окончания института, они могут найти себя как инженер, конечно, да? Конечно. Как специалист. Ну, вот, смотрите, критикуешь, предлагаю. То есть, я сейчас покритиковал сетевым маркетингом. А что им делать? Идите-ка у меня в такой же сетевой топологии, занимайте свои места, зарабатывайте деньги, помогайте и себе, и нам. То есть, я за симбиоз всегда. То есть, кто-то нам помогает, как на общем корабле, да? Там, кто-то варит, кто-то драит палубу, кто-то, значит, это самое делает. И все заодно, то есть, все распределяют ресурсы. Чем у тебя вот великие работы люди занимаются? Да, всем подряд. То есть, вот буквально даже от съемок роликов, от блога до инженерии высокой заказов, до тренерства, до методических освоений, до преподавания, до открытия франшиз, до поиска СММ или пиар-инструментов, как это все развивать. Понимаете? У нас, вот почему… Спектр различной занятости, да? Спектр занятости бесконечный. И не только робототехника единая, это все делается, потому что робототехник – это просто как флаг, это как супер-инструмент познания. Лучше нету на планете Земля точка. А сейчас какие-то специалисты требуются у тебя в команде? Конечно. У нас открыт большой набор на все виды. То есть, пиарщики, СММщики грамотные, преподаватели грамотные тоже нужны, естественно, всегда. Тренеры нужны, инженеры нужны, программисты нужны очень сильно. Но только не такие программисты, которые при виде искрящихся проводов падают в обморок или с айпадами бегают и от них отлучиться не могут. Ну, извините, при всем уважении вам нужно… Я принимал просто много инженеров и завхозов, завхозы нужны. Вы понимаете, самая сложная роль – это завхоз вообще сейчас. Потому что, во-первых, я с завхоза начинал, когда крыльцо должно быть, а льда чистенькая, когда должна быть техника безопасности везде, пилоты везде прокинуты, где-то розетки и так далее. Это очень большая роль. И чтобы ничего не пропало, у нас сейчас оборудование на очень большие суммы. Я абсолютно спокоен, потому что нашел завхозы. Нам больше 350 завхозов подавали заявку. И они приходят с айпадами чистенькие, я их привожу просто. А, ну, я начал уже, после того, как их тоннами начали ходить, вот такие с айпадами приходить ребята, я просто давал задачку практическую. Приходят там три завхоза, я говорю, лампочка не горит, полчаса на решение и ухожу. Все. Очень простые варианты. Ее сотни завхозов не смогла решить. Профессиональных, получавших многие зарплаты и так далее. Понимаете, все виды скатываются на очень простые вещи. Я об этом тоже много, сейчас мы утонем, об этом обязательно рубрика будет. Но еще один пример просто приведу, что, например, вот эти все знания методические и так далее, я ввел больше, чем тысячи учителей ввел занятия. Кстати, по поводу занятий, я сейчас не ребятишкам иду уже, а учителям. И через них пытаюсь философию свою добрать до ребятишек. Больше тысячи профессиональных учителей по робототехнике в Казахстане, в Назарбаевских всех школах и в России, в Москве, в Петербурге. Там есть в Астане, в Алма-Ате, во всех крупных городах Караганде и так далее. Я там преподавал именно преподавателями. И доносил им простейшие вещи. Они там обучали робототехнике, вроде как все уже обучают, практикующие. Но у меня всегда простые задачки, очень простые. Я пять минут показывал ликбез, как там, что делается в роботе, где система сенсоров, где система актуаторов и так далее. Они говорят, ну, Николай Юрьевич, ну мы же преподаем и все это знаем. И с ребятишками я это объясняю. Хорошо. И потом задавал очень простую задачку. Проедьте теперь равносторонним треугольником две попытки и пять минут. И запускал таймер. И сидел. Я обучал больше тысячи, но статистику ввел, где-то, порядка 350. Из 350 учителей профессиональных, двое только справилось и оба у нас работают теперь. Понимаете? С такой простой задачей. То есть не надо искать сложных задач. Не надо в космос лететь. Вот надо с этим справиться сначала. Важно, чтобы он не только мог преподавать, да, как преподаватель? Важно, чтобы он сам знал, что, как делать, и смог. Конечно. Сам знал, сам разбирался в этом и помогал ребенку. Ну, тут тоже подход такой, что всего знать невозможно. Главное нацеленность – узнавать это. Поэтому мотивация. Мы в итоге схлопнулись на простые термины. Мы, на самом деле, простым языком говорим о очень сложных вещах. И простые задачки даем, и простые все вещами, там, условно говоря, Огонь в глазах – это тоже там сначала были такие огромные пласты информации, которые там о себе заявляли. В три приема там писали заявление, резюме, решали задачи какие-то олимпиадные. Все это фигня полная. Все это схлопывается в итоге к простому такому субъективному фактору. Огонь в глазах и все. И работает. Самое главное, вы представьте, если мы в 32 городах, в Штатах открытых, в Австралии, у нас больше 700 сейчас заявок на франшизу. Мы их специально бортуем и не даем, потому что они там не проходят собеседование, еще как-то, еще как-то. Требуют нас типа там, а почему, за что мы платим повышенный взнос? Я говорю, не за что. За что они платят нам повышенный взнос? Я говорю, за возможность с нами работать. Нет, распишите конкретно. Не будем расписывать. Не хотите, не надо. У нас более такой буддистский, восточный подход, потому что все делается правильно. Если ты делаешь, что должен и будь, что будет. И именно это мы сейчас и передаем. Но для этого надо делать. Для этого надо стараться, вырываться, вырываться из асфальта. Мы в каком-то виде, как и роботов, тоже вырвались из асфальта. Пробили это. И сейчас готовим ровно таких же личностей. Не в плане, я личность и так далее, а в плане мощных, как снаряд, как танк, как бронебойная пуля людей, которые инструментом вот этих всех робототехников в итоге станут какими-то художниками, пускай даже, не знаю. Какими-то талантливыми людьми, которые будут качественно выполнять. Да, талантливыми людьми, которые могут это делать. Хотя талант – это тоже непонятная мера. Главное, чтобы они были практиками и у них получалось. То есть они могут создавать задачи и интерционно их решать, раздрабливать. Искать поиски решений и так далее. У нас сегодня с тобой получилась достаточно емкая и интересная беседа, охватывающая различные области жизнедеятельности. И о чем бы тебе вообще хотелось рассказывать в этом блоге? Как его освещать? Вопросов очень много, но если очень коротко, здесь я бы хотел рассказывать, в принципе, родителям скорее. У меня нацеленность именно на молодое поколение, потому что оно еще такое не испорченное. и его можно в наших текущих реалиях не очень хорошего образования основного, оно нормальное, но не очень хорошее, дополнять, помогать какую-то палочку давать и объяснять многие вещи, потому что иногда родители тоже, на самом деле, кое-где перегибают и неправы при работе с детьми и так далее. И здесь некая моя миссия хотелось бы донести, как робототехника или даже безотносительно робототехники, потому что в математике, в физике, в точных науках везде очень простое понимание. В целом, в когнитологии, как передавать знания, как использовать игры, те же самые, все в плюс. И как с этим можно работать, такие практические советы, и как это отражается в будущем на ребят и куда дальше идти и что делать. Примерно об этом я бы хотел поговорить. Ну и, конечно, про робототехнику очень много интересных историй. Там отдельная ветка байки про роботов, кстати, у нас есть партнер байки про роботов. Там очень много таких практичных, понятных и интересных историй, которые бы подтверждали эти слова, потому что просто слова – это хорошо, но нужны какие-то… А пруфы какие-нибудь будут? Вот мы сейчас с тобой побеседовали, да, и будут какие-то планы на будущее освещаться, какие-то подтверждения будут, видеозаписи именно с того, что вот я сказал и я сделал, вот смотрите. Конечно, то есть нам можно ставить здесь челленджи. И очень, кстати, интересна обратная связь вообще социума, то есть задавайте вопросы. Да, в каком-то виде очень интересно действительно на них отвечать будет. Только просьба какие-то объективные, то есть не просто там не понравилось и все. Нет, ну то, что не понравилось, тоже надо говорить обязательно. Не понравилось, но почему хотя бы? Чтобы мы как объективные, то есть объективные какие-то оценки. Челленджида должна быть. Да, да, вот. Или просто понравилось тоже, в принципе, тоже не сама цель. Важно именно понять, что интересует. Мы же как исследователи продолжаем, так сказать, исследовать этот мир. Может быть мы где-то неправильно работаем. Вот. И в том числе про саму Лигу Роботов тоже. Поскольку мы большая федеральная сеть сейчас и у нас тоже не все гладко там, да, бывает в городах и так далее. Здесь можно как обратную связь от города или там откуда-то присылать сюда. И это тоже будет случай разбираться в особом порядке, именно который касается Лигу Роботов. А так вообще про образование в целом. Это наша специализация. И здесь мы просто выбрали самый эффективный инструмент. Это робототехнику. Но не единственный. И не только про нее мы можем их говорить. Хотелось бы в целом про когнитологию говорить и про образование в целом. Поэтому очень нужны вопросы. Что вам будет более интересно, то и будем освещать. Потому что любую тематику можно очень долго продолжать. И, кстати говоря, будут разные видео с всероссийских соревнований. Вот сейчас в Таиланде будет, в Бангкоке тоже всемирное соревнование. World World of the Olympics, всемирная олимпиада по робототехнике. Обязательно там тоже будет присутствовать. И оттуда лайф какой-нибудь можно сделать, да, там вещание. И осветить какие-то моменты. Потому что специфика соревнований, я как судья, как эксперт. Вот буквально вкусно все. Вот вы не представляете, как сейчас интересно. Вот мне напряжите, и не только мне, а всем. Потому что ну все вкусно. Везде надо узнавать, везде люди хорошие. Кстати говоря, через робототехнику очень много хороших людей. Начинаешь узнавать, что они есть. Вот они не дремлют, работают. И если у вас какие-то там плохие мысли начинают рождаться, идите в робототехнику, и здесь вы познакомитесь. Здесь у нас много в коллективе пар образуется, социализация. Поэтому девушки замечательно очень. И не только потому, что они лучше всех преподают, а еще и это. Про это тоже есть отдельные байки, пруфы, так сказать, да, как вы говорите. Почему девушки лучше преподают. Был конкретный случай на соревнованиях, но об этом чуть позже. И в целом про образовательную робототехнику и образовательную в целом. Поэтому в принципе можно задавать в преддверии ВРО какие-то интересующие вопросы. Николай ответит. Потому что тема эта достаточно серьезная и интересная. Мало освещенная на данный момент. Да, про ВРО мало кто знает. Ворлдскилз там еще есть, робокапы. Много номинаций, кстати, есть много соревнований. И это прийти посмотреть, там есть на что посмотреть. И как бы в преддверии футбола, вот например, есть робофутбол. Где автономный атакующий, автономный вратарь. Это очень зрелищно, это очень интересно. Такой же накал страстей, как и у нас в настоящем футболе. И в 2012 году в Малайзии мы давно этим занимаемся. Победили первое место в России заняла на МИРЕ. Мустафин Сергей, это мой большой коллега и так далее. И из Москвы. И мы его буквально на руках кидали, бросали. И болели, оле, оле, оле. Я заставил там. Это тоже был робофутбол? Это был робофутбол, да. Мы четко победили, абсолютно. Там тоже есть судьи, там тоже есть проблемы, апелляции. Там тоже есть политика, то есть вы не представляете. Там тоже есть нейтральные флаги, оказывается. Там есть, у нас в Сочи тоже олимпиада была, мы принимали. Тоже есть определенные проблемы и так далее, и так далее. Но у всех их надо решать. То есть я нацелен в этом блоге на конструктивное решение проблем или конструктивные советы. Хаять никого не надо. Не мы никого не хаем, не нас, ну тогда обосновывайте. Ну что, спасибо тебе, Коля, за такую интересную беседу. Спасибо вам за внимание. Да, спасибо тебе, Алина, что это все организовала. И у нас это первый блин такой, да. Ну, он никого, мне кажется. Ну, в общем, у нас есть определенная специфика. Поэтому давайте будем подстраиваться, чтобы это смотрели и это было интересно. Конечно, мы будем это продвигать. Надеюсь, что с вашей помощью, дорогие зрители. Спасибо. Редактор субтитров И.Семкин Корректор А.Кулакова